Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я выкатываю на первые свои катки Объект 907. Машинка выпала мне из снежного шара, который я получил путем сливания 700 тысяч свободного опыта. Как мне кажется, 700 тысяч свободки за коллекционку 10 левела в любом случае это крайне выгодный обмен, поэтому я абсолютно ни о чем не жалею. Что касается самого Объекта, ребят, я его еще не катал, сейчас будут первые катки, первые впечатления, первые ощущения. Ну и я их попытаюсь передать максимально точно, для того, чтобы вы понимали, что это за аппарат. И возможно, если он появится на продаже, чтобы вы для себя имели хоть какое-то представление. А имеет ли смысл вам его приобретать за какую-то сумму, если вы играете плюс-минус, как я, если у вас не 70 или 80% побед. И, соответственно, если вы не суперскилловый игрок, если вы средниковый игрок, такой, как я, соответственно, видос для вас. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал, их честность я гарантирую. Что касается Объекта 907. Я посмотрел в отношении бронирования и скажу следующее. По корме, безусловно, броня отсутствующая, я бы сказал, вообще броня отсутствующая, 41 мм в отношении кормы и в отношении кормы башни. Что касается бортов, вот здесь вот в этой части, вот так вот, если срезать, то вот эта вот часть, она имеет в себе в борту 160 мм брони. Что касается борта корпуса, то здесь 65 мм. Есть вот эти вот противофугасная защита, ну, такое себе. Я думаю, что вот сюда закидывать будут и не фугасами, а вообще обычными снарядами вполне спокойно заходить будет. Фугасы только вот здесь хоть как-то остановятся. Ну, короче говоря, противофугасная защита вроде бы типа есть, но вроде бы типа и нет. Что касается брони, вот здесь вот во лбу, что называется. Нижний бронелист не бронирован. 65 мм, есть приведенка 130, но все-таки для 10-го левела это ни о чем. Что касается верхнего бронесла, по верхнему бронелисту 100 мм. С учетом приведенки 235 в прямой проекции. То есть в целом довольно-таки неплохо, но опять-таки, согласитесь, есть же танки, да, которые пробивают больше 135 мм, а значит надо молиться. Что касается башни, вот есть вот эти вот одна комбашня, вторая башня пулеметчика, точнее лючок, да, там пулеметчика и, соответственно, лючок для командира. Так вот эти вот лючки имеют в себе броню в 170 мм. Что касается вот этой вот верхней части, видите, выступающая такая выпуклость, да, назовем ее, на башне. В ней всего лишь 70 мм, с учетом приведенки 194. И вот здесь вот по бокам от орудия, да, то есть от вот этого вот квадрата, назовем его так, вот эти вот две части, они имеют 317, ребят, миллиметров с учетом приведенки. Без приведенки 208, ну, короче говоря, в целом от башни отыгрываться машинка должна. Теперь давайте посмотрим, что касается орудия. С учетом того, что я установил снаряжение, амуницию, ой, снаряжение, господи, оборудование, амуницию, с учетом того, насколько у меня прокачан экипаж, суммарно, ребят, у меня получились следующие характеристики по орудию. 3,3 время сведения, заявленное меня очень радует. Вот разброс просто шикандосный, меньше 0,3, это просто бомбически явно должно отыгрываться в игре. Насколько это реально, ну, посмотрим непосредственно в самой катке. Урон в минуту 3355, согласитесь, довольно классный и некислый ДПМчик для среднего танка на своем уровне. Да, как бы десятка, выше некуда, но, ребят, 3355, этот ДПМ встречается у многих ПТшек, и то, точнее, не у многих ПТшек встречается, с учетом того, какую альфу они закидывают. И вот, ребят, при меньше, чем 6 секундах перезарядки, да, 5,5, ребят, 310 единиц альфы. Мне кажется, что этого для среднего танка больше, чем достаточно. Вот что касается бронепробития, здесь меня немножко смущает, 245 единиц, но насколько этого будет схватать с учетом возможного точного орудия и возможного хорошего сведения, это мы сейчас заценим все непосредственно в катке, в целом, возможно, 245 мм будет хватать, поскольку, возможно, мы будем иметь возможность нормально выцеливать серые зоны, не только на средних танках, но и на тяжах, ну, на ПТшках, само собой. Короче говоря, на той технике, которая вроде бы тяжело пробиваемая, всегда есть какая-то серая зона. Главное, в нее иметь возможность нормально прицелиться и попасть. Что касается углов склонения, вверх 16, я считаю, что в целом циферка довольно-таки неплохая, но мы не часто стреляем вверх, как правило, целимся вниз, соответственно, минус 7, здесь меня, правда, немножко смущает. Единственное, что мне очень хочется верить, что эти минус 7 превратятся во что-то большее в самой игре, в зависимости от того, как танчик будет себя вести на неровностях, насколько действительно минус 7 это плохо, потому что бывает такое, что минус 8, а отыгрывается вполне нормально. Бывает такое, что минус 10, минус 12, а играть просто-таки невозможно. Ну, короче говоря, сейчас все с вами посмотрим, все заценим, ну и играем первый бой на машинке, которая мне упала. Я не знаю, чего от нее ожидать, как я уже говорил, на данной машине я не играл ни разу в своей жизни. Я играю танки уже 8 лет, но данный аппарат первый раз в моих руках. Я попытаюсь, безусловно, в первом своем бою посейвиться, потому что не совсем понимаю, чего ожидать от бронированности данной машины и, соответственно, чего ожидать от живучести данного аппарата. Мне почему-то кажется, что аппарат будет по живучести, ну, больше приближен к плохо живучей машине, чем хорошо живучей. Опять-таки, сейчас, возможно, многое зарешает подвижность, если эта машина ею обладает. Ну что, давайте попробуем, поехали. Что касается подвижности, смотрите, поворот вправо-влево в целом комфортен, удобен, мне пока все нравится. Набор скорости с места, не сказал бы, конечно, что он срывается прям в голубь, но в целом тоже нормально. Все-таки средний танк нелегкий и для среднего танка вполне себе стандартная нормальная скорость передвижения. Что касается сведения. Ну вот я сейчас подвигаюсь ради интереса, да, поехали. Ну, в целом сводится. Я пока не знаю, как правильно сказать. Почему? Потому что, наверное, не совсем справедливо заценивать без попытки прицелиться именно в соперника и попасть в него. А целиться куда-то просто в никуда, как бы, да и ни о чем-то выходит. Так, смотрим, сводимся, стреляем. Ну, нормально, в принципе, не знаю, дискомфорта нет. Пробуем еще разок, ТВПшку явно сейчас доберут. Точность орудия приемлемая, мне вполне себе даже, не знаю, пока летит туда, куда я целюсь, это уже приятно. Гораздо хуже, чем когда ты целишься, а снаряд улетает вообще в неизвестном направлении. Так, ВЗ-шечка. Ну, это я уже психанул, вопросов не имею. Сам виноват. Ну, пока, ребят, честно говоря, по ощущениям я чего-то такого, знаете, прям выдающегося не ощущаю. Вот, может, я как-то поехал не туда, куда надо было, может, мне надо было куда-то в другую сторону передвинуться, с другой стороны как-то зайти, но не знаю. Я пока вот не ощущаю прям, знаете, какого-то прям прилива, да, вот позитивных эмоций. Ну, играется, да играется. Пока как-то вот не очень. Ну, кроме точности, ребят, пока ничего не могу вот в позитив записать данному аппарату. Ну, вот серьезно. Картон, да, согласен, картон приписать могу. А пока такого прям чего-то выдающегося, к сожалению, в машинке не ощущаю абсолютно. Ну, не знаю, может, к ней просто привыкнуть надо, может, ее необходимо как-то по-другому ощутить, для того, чтобы все-таки понять, как правильно на ней играть. Так, ну что, Е100, конечно, со своей броней не сильно меня радует, как соперник. Проджетка 65 обгоняет меня, у него подвижность получше, поэтому, честно говоря, пока как-то ощущения у меня, ну, никакие. Я бы так это назвал. Я не могу сказать, что я не получил прям вообще ничего от этого боя, но каких-то феерических ощущений, как это было при катках на других машинах, которые выпали на этом аукционе. Кстати, в процессе видео я поставлю ссылочки на машинки, которые я получил из снежных шаров. Ну, на них у меня, честно говоря, ощущения были куда более приятные от первых каток. Фарм, можно сказать, никакой, но я, в принципе, это особо ничего и не сделал. Второе место в команде по урону с конца. Как там, да. Не сильно, не сильно густо. Ладно, давайте попробуем еще раз заехать. Пока, честно говоря, не очень. Но, ребят, это не очень перекрывается очень даже хорошим обстоятельством в виде того, что данная машина мне досталась абсолютно на халяву. Я не вложил ни грамма золота и не вложил абсолютно ни одной копейки реальных денег. Поэтому, в целом, говорить о том, что машина плохая, я уже по определению не могу. Потому что то, что достается нам бесплатно, оно плохим не бывает. Знаете, старую вот эту поговорочку по поводу того, что с хорошей приправой можно и какашек наесться. Вот так приблизительно и здесь. Вот приправа в виде того, что я получил машину бесплатно, она очень хорошее дело сейчас делает. И доставляет мне вот, ну, успокоение на душе. Насколько эту машинку можно оценивать в голде? Я сейчас покатаю вторую катку, попытаюсь сложить свое субъективное мнение. Ну, а к вам будет, ребят, просьба. Если вы со мной не согласны или наоборот поддерживаете меня, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Потому что явно есть ребята, которые будут смотреть данный видос и, возможно, читать комментарии для того, чтобы принять решение покупать или не покупать. А согласитесь, покупать или не покупать, это не то же самое, что получать на халяву или не получать. На дальнем расстоянии, как вы видите, в нижний бронелист я сейчас нормально прицелиться не смог. И давайте будем говорить откровенно. Когда я смотрел на технические характеристики перед тем, как ехать в первую катку, я сказал, что разброс своей цифрой меня радует. Радовал вопросов нет, но, честно говоря, ощущения от игры с таким разбросом абсолютно не такие, как я ожидал. Вот прям совсем не такие. Я ожидал, что я буду со своим разбросом на дальнем расстоянии стрелять просто таким божественно, выцеливая каждый пиксель в танчике. Нет, нифига. Как показала сейчас игровая ситуация, я не смог выцелить ни нижний бронелист. Я сейчас не смог нормально, ну вот, пожалуйста, в объектов нормально попасть. А с 268-го тупо мимо него пролетело. Хотя разброс, вроде бы, заявленный приятный. Не знаю, как это можно объяснить. И почему так получается, что на многих машинах, на которых заявленный разброс орудия куда приятней, как бы, ну, должен был бы быть, таким не оказывается. И почему так получается, что на многих танках, на которых разброс орудия менее приятный, тот, который заявленный, ты действительно можешь нормально выцеливать кого-либо куда угодно. Не знаю, не знаю, ребят, сложно сейчас что-то прокомментировать на данную тему. Мне, по крайней мере, это очень сильно сейчас в танчике не понравилось. Так. Как бы кому-то сюда подобраться, блин? 268-й. Спустился. Явно меня выжидает. Ну, вот как-то странно, смотрите, вот сейчас в объекта попал абсолютно себе нормально. До этого вообще в него нормально прицелиться не мог. Не знаю, ребят, то ли здесь что-то как-то немножко подкручено для того, чтобы прям не было имбовости, то ли бог его знает, как это по-другому объяснить. Явно меня. Так, ну, в данном бою победа, но, честно говоря, как-то все равно. Я не могу сказать, что я прям кайфанул от данного боя. Не знаю. Не знаю. Может, я его как-то неправильно использую, этот объект. Но, как есть, так есть. Смотрим на результаты с учетом того, что мы победили. 1280 единиц нанесенного урона нам дают в результате по фарму, я бы сказал, фиг да нифига. 12 тысяч я даже фармом считать не буду. Что касается нашей результативности в команде по урону, то мы занимаем наше средничковое место. Ну, такое. Сейчас попробую поехать все-таки в тупую на линию эстэшек. Попытаюсь с эстэшками пободаться. Я все пытался хорониться как-то от соперников, потому что не сильно доверяю броне этой машины. И, наверное, не просто так. Потому что, как вы видели, меня пробивали все, кому не лень. То есть, ну, прилетало в меня, просто-таки мама не горюй. Поэтому и пытался сейвиться, поэтому пытался держаться где-нибудь подальше. Орудие на дальних расстояниях прям великолепной точностью меня пока не поразило. Возможно, необходимо поиграть, возможно, необходимо привыкнуть, возможно, необходимо делать какую-то паузу после полного сведения. Я, допустим, там полностью свелся и только через, там, полсекунды-секунда производишь выстрел. Ну, просто при полном сведении и сразу стрелять, все-таки снаряды периодически уходят не совсем туда, куда тебе хочется. Ну что, поехали. Попытаемся пободаться на этом фланге. Самому ехать все-таки все равно не хочется, ребят. Вот прям не хочу, блин, ну, совсем. Ну, почему никто меня не поддерживает? Почему проджетка 65-я решила уехать неизвестно куда? Что мы делаем, пока непонятно. Я так понимаю, что мы собираемся сливаться, скорее всего. Так. А вот, кстати, по углам склонения вниз. Смотрите, в целом, ребят, ну, минус 7, а стоя вот так вот, точно даже таким себе нормально. Сейчас вообще наугад бросил, попал в 65-го. Вот не понимаю я, серьезно, ребят, не понимаю, каким таким чудным образом происходит, что тогда, когда ты нормально, по-человечески целишься, у тебя ничего не получается, а когда ты просто бросаешь наугад, ты в товарища попадаешь. Ну, согласитесь, крайне странно. Но, наверное, в этом и есть, как бы, объект. Наверное, именно в этом прикол этой машины, что тебе нет необходимости целиться, тебе достаточно просто вот так вот лететь как-то в кого-то, стрелять от балды. И вот сейчас просто сквозняком через товарища пролетело. Так, Минотаура, тебя я, понятное дело, не пробью. Но почему ты меня... Ну, ё-моё. Да. Мог бы выстрелить товарищ в кого-нибудь другого. Ладно, наверное, я сильно зажрался, сильно наскочил на 65-го, хотел его добрать, надо было все-таки посейвиться немножко. Но, ребят, мне хотелось проверить данную машину, и то, что я по ней увидел, говорит о следующем. Брони в этой машине нет абсолютно никакой. Да, действительно, есть толковое, нормальное КД, которое действительно позволяет часто стрелять. Абсолютно, абсолютно для меня непонятная точность данного орудия, которое то тебя подводит просто таким под монастырь голышом, то она тебя выручает, когда ты стреляешь, ну, просто наугад, завязал глаза, ну, знаете, как невеста на свадьбе, бросая через спину букет. Вот точно так же на этой машине можно бросить, и куда-нибудь да все-таки попадешь. Поэтому, ребят, вот как-то так выглядит объект в бою. По крайней мере, в моих руках, я не знаю. Наверное, на нем надо все-таки чутка подольше поиграть. Безусловно, позже выйдет более честный, более точный обзор в отношении того, как на нем отыгрывать, когда на нем уже поиграл и привык к его всем вот этим минусам. Но особых плюсов, честно говоря, я по машине, к сожалению, на данный момент для себя не нашел и не ощутил. Кроме, как я уже говорил, хорошего КД. Точность подводит, что касается времени сведения. Не такая, ребят, она выдающаяся, как хотелось бы. Я, честно говоря, ожидал немножко лучшего в отношении времени сведения. Но вот такой вот получился, ребят, обзор. Не ругайте и не судите строго. Пишите в комментариях свое мнение. Подписывайтесь на канал, если вы за абсолютную честность, которую я на своем канале гарантирую. Возвращайтесь на мои видео. Ну и главное, ребят, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.